Девушки отдыхают И, соответственно, всех семерых погнали на Думу, где и предложат Думе, собственно, за одного из кандидатов проголосовать Конкурсная комиссия, в отличие от других городов, например, у нас, она состоит из трех частей Если в других городах это обычно представители области и городской Думы, да, то у нас еще добавились сотрудники Росатома Потому что, естественно, у нас в городе есть ВНИЕФ, городообразующее предприятие, и его интересы тоже надо учитывать Давайте разбираться, кто же эти семь человек Волгин Алексей Александрович, родился и вырос в Сарове, 38 лет, заместитель генерального директора телефонной компании «Сарова» по коммерческим вопросам Имеет два высших образования, закончил ННГУ имени Лобачевского и Волговятскую академию государственной службы Лично я Алексея помню по тем временам, когда он играл на гитаре в рок-группе «Эрзо» Полное название этого коллектива найдете в интернете Голубев Алексей Викторович, родился и вырос в Сарове, 56 лет, глава города, образование высшее, выпускник Ленинградского государственного университета имени Жданова Имеет звание доктора физико-математических наук В этой скудной справке, в принципе, не указано, но на самом деле глава города у нас свободно владеет английским языком Чем, кстати, меня поразил, когда участвовал во встрече с делегацией из Лос-Аламоса Димитров Валерий Дмитриевич родился в городе Артемовске в Красноярском крае, 44 года В недавнем прошлом глава городской администрации На сегодняшний день временно не работает Образование высшее, выпускник Мордовского государственного университета имени Огарева Валерий Дмитриевич был главой администрации на протяжении 10 лет Сейчас у него полномочия закончились в связи с тем, что закончился срок предыдущей думы Я его знаю, наверное, лет 6-7 тоже так же, как журналист Отличительная особенность, наверное, передвигается пешком с работы на работу Поэтому его жители города часто встречают Обладает просто титаническими знаниями по городской жизни Цифрами, фактами, фамилиями Сергеев Виктор Вячеславович родился в поселке Камыши в Курской области, 51 год Заместитель главы городской администрации, директор департамента финансов Имеет два высших образования Закончил Харьковский авиационный институт и Волговятскую академию государственной службы Виктор Вячеславович, если говорить упрощенно, экстраполировать, на самом деле, министр финансов То есть человек, который владеет всей информацией о том, откуда берутся деньги Куда они уходят в нашем городе, где их нет и где они есть Очень интересно и хорошо рассказывает о бюджете, доступном любому человеку языком Тарасов Сергей Михайлович, заместитель министра, начальник управления общественной политики Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области Человек молодой, моего возраста Больше никакой информации в открытых источниках мы не нашли, что странно Чапаев Рашид Зайдулович, 57 лет Начальник управления автоматизации и автомобильного хозяйства РФЯЦ ВНИЕФ Человек этот, судя по всему, совершенно не публичный Нашли всего лишь три упоминания о нем в средствах массовой информации Фотографию найти не смогли Шилин Кирилл Сергеевич, родился в городе Павлово Нижегородской области, 31 год Исполняет обязанности заместителя главы городской администрации по архитектуре и градостроительству Образование высшее, выпускник НГТУ имени Алексеева Кирилла впервые увидел на одном из новогодних журфиксов, когда чествуют городскую прессу Кирилл бы признан самым закрытым чиновником На тот момент он командовал МУПтоварная база Сделал выводы и уже на следующий год получил приз как самый открытый чиновник Естественные итоги работы конкурсной комиссии обсуждались на Объединенном Думском комитете И одна из депутатов задала вопрос Александру Тихонову Она поинтересовалась, каким же образом будут выбирать главу администрации Тайным голосованием, явным или даже поименным Почему именно Александра Тихонова спрашивали? Потому что он являлся секретарем этой самой конкурсной комиссии И как мне показалось, не знаю, может быть коллеги меня поправят Слегка напрягся от этого вопроса Значит, процедура назначения будет проходить в соответствии с регламентом городской думы Каким оно будет, решат депутаты Это все в соответствии с регламентом городской думы Но если мне не изменяет память У нас в регламенте городской думы Статьи по назначению главы администрации нет То есть мы будем руководствоваться теми принципами, которые установили 28 сентября При выборе главы города И внесли соответствующие изменения в регламент городской думы Нет, не так Значит, принципы голосования по избранию главы города Нам определены региональным законодательством И федеральным И мы соответствуем с ним в этом регламент Процедура голосования по назначению главы администрации Это процедура голосования по решению городской думы Понятно Еще вопросы, пожалуйста Ну так, как принимается решение городской думы Каким оно будет? По регламенту выбирают Выбирают демонстрацию Давайте этот вопрос закроем пока Нет, на самом деле же все Действительно просто Когда ты в этой всей политической фигне не вертишься Ты как-то особо не обращаешь Ну кого-то там назначили, кого-то поставили Но для людей сопричастных Которые действительно понимают, что такое городская власть Вот эта интрига действительно прям-таки добавляла нервов Потому что никто не может до сих пор предположить Кем же у нас будет Вернее, кто у нас будет главой администрации То есть абсолютно совершенно разные высказываются мнения Разная аналитика звучит Какие-то даже слухи невероятные ходят Поэтому определенно сказать, кто из этих семи человек Станет главой администрации Нельзя до завтрашнего дня До 11 числа Когда Дума, собственно, проголосует Что еще хочется добавить? Что ты мне хотел добавить? А, да, вот, да Естественно, Копти добавляет решение конкурсной комиссии Которая допустила всех семерых кандидатов Я-то думал, ну, два для демократической процедуры Ну, ну, максимум три, чтобы показать, что уж демократия демократия А тут будем из семи выбирать Очевидно, кто-то подопрет с той стороны двери Зала думских заседаний И мы не выйдем до тех пор, пока не определим Кто же будет представлять нашу исполнительную власть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok